Тавассуль, часть 2 Ширк при мольбе Убедительные доводы для тех, кто говорит «приближайтесь к Аллаху через посредников», несмотря на то, что они сами знают, насколько Всевышний Аллах близок к своим творениям. В Коране Всевышний Аллах в десятках аятов говорит о том, насколько Он близок к своим творениям, и повелевает нам взывать к Нему напрямую, без посредников. Аллах также указывает, что только Он отвечает на молитвы. Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда Он взывает ко мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня. Быть может, они последуют верным путем. Как мы видим из выше приведенного аята из суры корова, Всевышний Аллах ясно заявил, что необходимо обращаться к Нему напрямую, а не взывать к кому-либо или чему-либо наравне с Ним, и что только Он один отвечает на мольбы. Несмотря на ясные аяты, люди продолжают приобщать Аллаху со товарищей и сравнивают Всевышнего с правителями. Они утверждают, что правители не принимают простого человека без посредников и не будут лично разбираться в его вопросах. На эти бессмысленные утверждения мы представляем следующее разъяснение. Правители не принимают во внимание заявления простых людей, и это происходит из-за их чрезмерной занятости или потому, что люди не могут говорить о своих проблемах с ними напрямую или боятся несправедливого отношения и гнета. Сравнивать Всевышнего Аллаха с подобными жестокими или никчемными руководителями все равно, что сравнивать его с творениями. Но Аллах далек от всех недостатков. Причина, по которой правитель может принять у себя человека через посредника, состоит в том, что посредник ему выгоден или по какой-то причине правитель зависит от него. Но Аллах не зависит ни от кого и ни от чего, и он ни в чем не нуждается. Более того, если бы правитель встречался со своим народом и общался с людьми напрямую, если бы он сказал им, чтобы они обращались со своими нуждами лично к нему, вероятно, никто бы не упустил эту возможность. Исходя из этого, поиск посредника нелогичен и далек от реальности. Аллах призывает нас обращать молитвы только к нему, обещает ответить на наши мольбы, и что он близок к человеку посредством своего знания, слуха и зрения. Упускать такую возможность просто неразумно. В то же время некоторые утверждают, что ниже следующий аят является доказательством того, что к Аллаху нужно приближаться через посредника, поскольку этот аят сам по себе нуждается в разъяснении, то неверно приводить его как доказательство, игнорируя более сильные аяты по данной теме. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите близости к Нему и сражайтесь на Его пути. Быть может, вы преуспеете. Хотя некоторые люди используют выражение «ищите близости» как доказательство тому, что необходимо приближаться к Аллаху посредством определенных средств, по этому поводу есть ряд объяснений. Выражение «ищите близости» в данном аяте не подразумевает под собой обращение к кому-либо помимо Аллаха. В аяте говорится не о посреднике, а о способах приближения. В данном аяте нет доказательств подобному доводу, и сотни других аятов Корана говорят об обратном. В первой части видеоролика о Тавассуле, в разделе о заступничестве, мы уже говорили, что причина, по которой многобожники ищут посредника и заступника, заключается в том, что они взывают к средствам и просят их ходатайствовать перед Всевышним Аллахом. Это является первопричиной их вечного пребывания в гиенне. Так о каком средстве заступничества здесь можно говорить? «Ищите близости к нему и сражайтесь на его пути». Это выражение в аяте не указывает, посредством каких средств и какими именно путями приближаться к Аллаху. Следовательно, для его интерпретации, необходимы веские доказательства, которые следует искать в Коране и Сунне. В первой части этого видеоролика мы говорили, что по данному вопросу мы будем опираться лишь на доказательства из Корана. По единодушному мнению ученых, лучшая интерпретация Корана — это толкование аятов Корана. Затем начинают подробно рассматриваться хадисы. Наш первый аргумент в пользу толкования выражения «Ищите близости к нему» будет из этого самого аята. Во второй части аята говорится «И сражайтесь на его пути». Это своего рода джихад, то есть действие на пути Аллаха. Давайте посмотрим на другие аяты, чтобы убедиться, что посредник является действием. Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они невластны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучений от него. Воистину, мучения от твоего Господа надлежит остерегаться. В аяте говорится, что запрещено взывать к кому-либо помимо Аллаха, и даже те, кто взывают к другим, пытаются приблизиться к Господу. Также аят объясняет, какие средства используют праведники, чтобы приблизиться к Аллаху. Они надеются на его милость и страшатся мучения от него. Поскольку лучшее толкование Корана — это Коран, понятно, что здесь говорится о таком посредничестве, как надежда и страх, которые являются делами сердца. А теперь проанализируем следующий аят из Суры Саба. Не ваши богатства, не ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете правильно. Для таких людей будет преумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. Из этого аята также очевидно, что причины, приближающие вас к Аллаху, это не богатство и не дети, а вера и праведные дела. Среди бедуинов есть и такие, которые веруют в Аллаха и в последний день, и считают, что их пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить молитвы посланника. Воистину они, то есть пожертвования, действительно являются средством приближения. Аллах введет их в свою милость, ведь Аллах прощающий, милосердный. Этот аят из Суры Покаяния также поясняет, что средства приближения к Аллаху это праведные дела, такие как вера в Него и будущую жизнь, милостыня и сострадание. В Сунне есть множество достоверных хадисов о делах, посредством которых человек может приблизиться к Аллаху. Другой способ приближения к Аллаху, разрешенный в Коране, это взывание к Нему посредством Его имен и атрибутов. У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении Его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. В Коране нет ни единого доказательства тому, что для приближения к Аллаху допустимы какие-либо другие средства. В первой части видеоролика мы уже говорили, что взывание к кому-либо помимо Аллаха является запрещенной формой тавассуля, к которой прибегают неверующие. Третий допустимый вид приближения к Аллаху упоминается в сунне и в достоверных хадисах, который заключается в приближении ко всемогущему Господу посредством мольбы праведников за них. В достоверных хадисах говорится, что Всевышний Аллах отвечает на мольбы родителей, праведников и путешественников. Кроме того, при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, люди приходили к нему и просили его помолиться за них. После его смерти сподвижники не обращались к его могиле и спрашивая помощи, хотя жили неподалеку, а попросили однажды его дядю Аль-Аббаса помолиться о дожде. Это разумное и ясное свидетельство того, что молящийся должен быть из живых, а не умерших праведников. В Коране и Сунне нет достоверных доказательств тому, что имамов, святых, праведников, а также почтение к ним следует рассматривать как средство обращения к Единому Аллаху и приближения к Нему. Опираясь на этот хадис, некоторые несведущие люди оправдывают обращение за помощью к усопшим пророкам и праведникам, однако их доводы являются совершенно неубедительными, потому что сподвижники обращались к Аллаху посредством живого дяди пророка, мир ему и благословения Аллаха, тогда как невежды просят заступничества у покойников. История с Аль-Аббасом свидетельствует о том, что разрешается приближаться к Аллаху посредством молитвы живого праведного человека. Обращение к покойникам или отсутствующим людям с просьбой заступиться за них перед Аллахом относится к проявлениям язычества. Что же касается обращения к Аллаху с мольбой не спаслать благо или избавиться от зла ради какого-то праведного человека, то это ересь. И если бы это было разрешено, то сподвижники обратились бы к Аллаху с просьбой не спаслать дождь ради пророка, мир ему и благословения Аллаха. И не стали бы просить Аль-Аббаса воззвать к Аллаху. Некоторые люди используют примеры из жизни как визит к врачу или прием лекарств, чтобы противоречить очевидным аятам Корана. Такие сравнения неразумны. Прежде всего, мольба — это поклонение. Молясь, мы поклоняемся Всевышнему Аллаху, мы просим только у Него, мы просим Его о том, над чем Он властен. Просить кого-то другого, помимо Аллаха, о том, над чем властен лишь Всевышний, значит предавать Ему сотоварищей. Вышеуказанные примеры являются бытовыми вопросами повседневной жизни человека. Это физические, естественные потребности, а не вопросы поклонения Всевышнему. Когда мы идем к врачу, мы не молим его, «О, доктор, исцели меня». Мы не унижаемся, не преклоняемся перед ним и не служим ему. Мы не говорим «О, Аллах, о, врач, исцели меня». Мы платим врачу деньги, он прописывает нам лечение. Некоторые люди в случае неправильного лечения даже угрожают врачам. Работа врача лечит нас за деньги, которые мы ему платим. Это его обязанность перед нами. Лечение врача может привести, а может не привести к исцелению. Мы просим об исцелении только Всевышнего Аллаха. Всякий раз, молясь и взывая к Аллаху, мы преклоняемся и смиряемся перед ним. Но мы должны помнить, что Аллах не в долгу перед нами, и он не обязан отвечать на наши мольбы. Исцеление от Аллаха он даст его, если захочет, или не даст, если не захочет. Кроме того, мы просим врача сделать все, что в его силах, то есть вылечить болезнь. Мы не молим врача об исцелении, не взываем к нему, прося дать потомство, или, например, дать нам пропитание и денег. Потому что врач не в силах все это сделать. В любом случае, необходимо понимать разницу между поклонением и привязанностью к причинам в мирских делах. Это так же безрассудно, как действия мужчины, умоляющего жену родить ему ребенка. Все подобные действия противоречат как шариату, так и здравому смыслу. Действительно, дети рождаются в семьях, однако только Аллах наделяет потомством того, кого пожелает. Когда мы молимся, мы взываем только к Аллаху, просим лишь Его и смиряемся перед Ним. Затем, придерживаясь разных причин, мы ждем, пока Всевышний Аллах ответит на наши мольбы и полностью доверяемся Его ответу. Разумный человек всегда увидит разницу между этими ситуациями. В следующей части нашего видеоролика мы расскажем вам о взывании к имамам и об имамате. Мы объясним постановление по этому поводу, опираясь на священный Коран. Продолжение следует...